Ну что же, друзья, Гена расскажет нам историю, как он был Дед Морозом самый первый раз в своей жизни. Добрый вечер, дорогие друзья. Судя по вот этому, я генуччо, что-то или мексиканское, или итальянское. Это мексиканское, это мексиканское. Миша попросил рассказать историю, я сразу вспомнил, пожалуй, единственную приличную историю, когда я первый раз в жизни был Дедом Морозом. Было это, когда я был учеником восьмого класса. Не-не, серьезно. И у нас был совершенно замечательный учитель музыки, который попросил меня выступить там и сказал, ты у нас будешь медведем. Мне выдали шкуру медведя, какую-то маску, такую маску, не маску, а шляпу. Ну, в общем, я был точно медведем. Но через нее видно было. И первого числа, да, первого числа мы должны были выступать перед малышами, первые, вторые и третьи классы. Так. Значит, а ночью, естественно, и главное самое интересное, первого января выступление в девять утра, первое утро. А какой год, ты не помнишь, был? Год счастья тебе скажу абсолютно точно. Это был абсолютно точно 1 900. Вот, да. Тут никаких сомнений быть не может. Ну, если восьмом, то, наверное, 60 что-то. Ну, вот, да. Где-то вот так. То ли 69-то, то ли там 70-то. Ну, не важно. Да, так. Конучи говоря, закончилось чем? Мы встречали Новый год у одной из наших, значит, одноклассниц. И, знаешь, вот по принципу пили, 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 то есть бутылку водку на 12 человек и еще стакан налили дворнику. Но были все никакие. Школьники гуляли. Ну, а годы же голодные, естественно, ты же понимаешь. Да. Все были пьяны, так это у вас в Москве. Так. Короче говоря, закончилось тем, что я пришел на утренник и только тут я понял, что я забыл костюм медведя. А утренник был после? Утренник был в 9 утра, 1 января. А-а-а. Я понял, понял. Значит, и я забываю костюм медведя, я забываю вот эту вот голову мохнатую, которая на медведя одевается. И я обнаружил, ну никакой был, понимаешь. Ну да. Вот выпил 100 грамм водки из приличной еврейской семьи Рябинок, что так хочешь. Да. Значит, а мне как раз перед этим родители купили мой первый в жизни джинсовый костюм. О-о-о. Окей. Можете я представить? И я весь немного год весь такой. Вот. И я в этом синем джинсовом костюме очень красиво прихожу на этот утренник. И бегает наш руководитель и говорит, так, давайте быстренько все одеваемся, одеваемся, одеваемся. Начинаем через пять минут. И вдруг смотрю, вот какой-то маленький бежит первоклашка. И у него на голове такая коричневая, мохнатая такая вот типа там шапка, маска. Я говорю, о, малец, иди сюда, вот ты мне эту масочку дай, а я тебе после утренечка обязательно отдам, и за это тебе будет, значит, конфета. И он мне все это дает. Дальше начинается самое интересное. Начинается утренник. Угу. Я должен выходить со словами. И, значит, вот вся эта мелюзга сидит, и я говорю, ребята, вы меня узнали? Они говорят, да. По идее я говорю, кто я такой? И делаю, ээээ. Они мне отвечают, медведь. И вот тут большой поэт, который написал текст этого, значит, тутренько, да, медведь, привык в берлоге я реветь, и, значит, вот дальше там какая-то матата идет. Это хорошо. Ну, рифма совершенно гениальная, то есть Пушкин перевернулся раз пять. Ну, неважно, я выхожу на сцену, как раз мой выход, и говорю, дети, вы меня узнали. Дети кричат, да, да, узнали. Думаю, ну все, слава богу, уже хорошо. Дети меня узнают. Я говорю, кто я такой? И дети отвечают, собака. Значит, у меня происходит совершенно дивный внутренний монолог. Я говорю себе, дети, ну, то есть это внутри. Да, конечно, я собака. Ну, нельзя же было так напиться и прийти к детям внутренних. Вот, да, я собака, вот, но вообще-то, дети, посмотрите внимательнее. Ну, кто я такой? Я же... Они говорят, собака. Я говорю, дети, а я же не могу начать. Мне же нужно, чтобы сказали, медведь, потому что привык в берлоге, я реветь. Это же собака, привык в берлоге, я ляг, гавкать, ну, что делать. Короче, дети отвечают, узнали, но говорят, что я собака. И я им говорю, дети, да я же не собака. Ну, посмотрите внимательно, я же медведь. И дальше начинается, значит, там, вот, три первых, три вторых и три третьих класса. Значит, в каждом по 30 человек, можете себе представить, да, сколько у меня с алифметикой ходов. И, значит, вот вся эта толпа, это Эмилиус Гиппеси, ноты, начинает с кондежа. Не думая, что я играю, я говорю, медведь, они... Собака, собака, собака. Ну, я понял, что все, я никогда не начну. Я говорю, шаг, как, знаешь, как Ленин остановил всех на Финском вокзале. Говорю, да, говорю, я собака, но в душе я медведь. И привык в берлоге я реветь, и все дела. Короче, я читал свой монолог, ушел за кулисы, тут влетает наш руководитель, у него был совершенно дивный, грассирующий этот волос. Он говорит, идиот, что ты на себя нацепил? Я говорю, ну как, маску нацепить? Я говорю, посмотри, кретин! Сорвает с меня эту маску. А это маска, значит, такого бобика, дворняжка такая коричневая. И все стало над своими местами. Вот такой выниматель был печальный у меня первый новогодний год. Но это не отбило желание поступать в театральный... Я скажу даже больше того, прибило это желание. Вот и я туда и поступил. Но это было позднее. Ладно, тогда про следующие встречи Нового года мы узнаем потом, может быть. По мере того, как у нас... Как гена будет напиваться. Да, гена все стажены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова